В эфире информационная служба МИР24 в студии Арман Газан. Здравствуйте. Исключительность по-американски. Президент США Барак Обама продолжает настаивать на превосходстве нации, несмотря на отрицающую особенности Соединенных Штатов статью российского лидера Владимира Путина, опубликованную в американской прессе. В ней Путин выразил большие опасения по поводу обамовской идеи совершенства, отметив, что перед Богом все равны. О мании величия США мы поговорим с генеральным директором Института внешнеполитических исследований и инициатив членом Общественной палаты Вероникой Крашенинниковой. Здравствуйте, Вероника. Добрый день, Арман. Давайте для начала определимся, что же это такое американская исключительность, в чем она проявляется. Действительно, американскую исключительность можно рассматривать с разных точек зрения. Плюс существует некая официальная версия, есть реальная практика американской исключительности. Итак, первая функция, американская исключительность является стержнем американской идентичности, национальной идеи, называйте это как хотите. Мы сейчас об официальной части говорим. Мы говорим об официальной части. Именно так оно интерпретируется. Объясняется, что у американской исключительности давние исторические корни, что она описывает сумму особых американских национальных черт и американских политических институтов. Однако в действительности исключительность всегда служила оправданием агрессии. И это эвфемизм для ведения империалистической жесткой агрессивной политики. Это только у Америки или вообще? Действительно, и вообще каждая империя, которая претендовала на мировое господство, обязательно использовала эту терминологию. Испания в свои времена, Великобритания. Ну и, конечно, самый зловещий пример это Третий Рейх. Мы знаем, каким образом они свою исключительность применяли. Так вот, но и в американской истории под предлогом исключительности в 1840 году, например, была проведена аннексия штата Орегон и присоединение штата Орегон и аннексия Техаса. Все во имя исключительности. Точно так же Соединенные Штаты продолжают это делать и сегодня. Смотрите, если сравнивать точки зрения двух президентов, считайте, двух идеологий, какая из них вам ближе? Теория американской исключительности, которая гарантирует демократию во всем мире, или российская идея равенства и партнерства, которая основывается на международном праве? Ну вот, Соединенные Штаты именно так и представляют свою исключительность, как право распространять демократические институты. Однако мы знаем, во что это выливается в действительности. Далеко не будем ходить за примерами. Возьмем Сирию, о которой идет речь сегодня. В Сирии Соединенные Штаты вооружали действительно головорезов и группировки, ассоциированные с Аль-Каидой. И все это во имя демократии. Но я слишком долго наблюдала Соединенные Штаты и слишком долго там работала, чтобы верить в этот официальный дискусс. Поэтому нам очень важно ваше видение. Да. И вот только потому, что я долго работала в Соединенных Штатах, я действительно не сторонник тех идей и той практики, которую Соединенные Штаты вкладывают в свою политику. И только не сторонник, но и противник, конечно же. Вообще стоило ли, на Ваш взгляд, Обаме говорить об исключительности именно с трибуны ООН? Ну, трибуна Генеральной Ассамблеи ООН, это по определению наименее удобное место для такой терминологии. И причем ведь президент Обама очень четко определил контекст, в котором он использует термин исключительности. Вот давайте посмотрим, что он говорил. Значит, исключительно, я верю, что Америка исключительно, потому что мы готовы защищать не только наши национальные интересы, но и интересы всех. Как защищали они в Сирии, в Ливии, в Ираке, Афганистане и так далее по списку, мы слишком хорошо знаем. То есть считается, что это хорошо то, что было, да? Я считаю, что это категорически неприемлемо. Нет, а он так не считает. Он так не считает, нет. Если он считает это исключительностью. Да, действительно, в его понимании, ну и в понимании, надо сказать, большинства в Америке под исключительность дает право на вот такую внешнюю политику. Потому что они несут все-таки цивилизацию тем народам, которые не совсем дотягивают до нужного уровня цивилизованности. Насильственным путем. Обязательно. Да, и причем президент Обама настаивает, потому что он заговорил об исключительности еще в своем обращении к нации по Сирии несколько дней до того. Так вот, значит, почему Америка исключительна? Это потому, что мы можем остановить тех, кто убивает детей газом. Понимаете? То есть там речь идет об очень четком контексте. И американская исключительность в данном случае абсолютно определенно служит предлогом для удаления Башара Асада от власти. Ну хорошо. Зачем Путину понадобилось вступать в спор с Обамой? Что он этим хотел сказать? Переубедить президента США? Мы не можем не вступать в подобные споры. Потому что если агрессор не встречает на своем пути сопротивления, то агрессия только возрастает. И, собственно, пример с Ливией наглядно показал это. Нам, к сожалению, не удалось остановить Соединенные Штаты в их агрессии против Ливии. Таким образом мы получили Сирию. Это чрезвычайно важно, чтобы Россия, чтобы президент Путин выступали вот в этом поле, стремясь ограничить американскую агрессию. Смотрите, США по-прежнему имеет весь инструментарий страны-гегемона. Это и передовая в технологическом смысле военная машина. Мировая экономика базируется на системе «Центр», которая находится в США. Великое культурное влияние. Все-таки Голливуд тоже никто не отменял. Если это принять за исключительность, какая еще страна может похвастать подобным? Соединенные Штаты интерпретируют все это как исключительность. Действительно, у них огромный, очень мощный инструментарий внешней политики. Вот от жестких военных средств, которые вы назвали, до Голливуда. И Соединенные Штаты применяют их всех. В каждой ситуации есть оптимальный набор средств, которые Вашингтон и практикует. Другие государства имеют свои средства. Здесь важно наличие политической воли для того, чтобы их использовать. Как Вы считаете, может быть дело не в потенциале самих Штатов, безусловно, обладающих практически неограниченными возможностями и политическим влиянием, и экономическим? Может американская логика исключительности и бога избранности находится в голове у Обамы только? Президент Обама – это продукт системы. В нем отмечается, может быть, особый миссионерский дух, но этим миссионерским духом система действительно пропитана. Так что здесь дело не в конкретной личности. И тем более, что проявление практики вот этой богоизбранности и предначертанные судьбы, то, что называется в Америке «manifest destiny», то есть предначертание вот такое, практиковали на протяжении всей истории. Но если мы будем продолжать параллель, то давайте уже вспомним Джорджа Орвелла и его повесть-притчу «Скотный двор». Значит, история там в том, что животные на скотном дворе избавились от своего жестокого владельца, мистера Джонса, и, значит, установили полную свободу. Они написали аж семь заповедей. Начинается с первой заповеди «Тот, кто ходит на двух ногах враг». Ну и другие, в том числе «все животные равны». Но постепенно появился, так сказать, неформальный лидер, свинья по кличке Наполеон, и эти заповеди дополнились. Да, все животные равны, но некоторые равнее других. Если раньше было «животное не убьет другое животное», было добавлено «без причины». Ну, а причиной может послужить наличие так называемого оружия массового уничтожения в Ираке или химического оружия в Сирии. Но, смотрите, американцы представляют себе однополярный мир, а россияне – мир с различными центрами принятия решений. А каков на самом деле сегодня этот мир? Сегодня мир действительно меняется. И эпоха безграничного властвования Соединенных Штатов, которая возникла с разрушением Советского Союза, постепенно, постепенно заканчивается. Но это не значит, что мир, что планета будет более мирной. Понимаете, когда зверь ранен, он сопротивляется еще сильнее, еще ожесточеннее. Поэтому я боюсь, что мы входим вот в такую полосу, когда Соединенные Штаты, чувствуя, что теряют свою силу, будут все более и более агрессивны. Однако здесь не все зависит от Соединенных Штатов. Мы все-таки тоже акторы и другие государства. И мы своими действиями можем так или иначе направлять, ограничивать американские усилия. Поэтому выступление президента Путина и роль России в данном контексте чрезвычайно важна. Очень хочется верить, что это не эпизод, а это начало новой политики, которую ожидали от России не только россияне, не только большинство нас, но также и большинство людей в мире, они хотят видеть Россию именно такой, они хотят видеть инициативную политику, которая ограничивает диктацию Соединенных Штатов в мире. Как вы считаете, наиболее убедительно выступление Путина было или Обама? Ну, безусловно, президент Путин выступил более убедительно не только для нас, что очевидно, но и оказалось для большинства американцев. И на самом деле это уникальный случай, вот мне сложно сказать, сложно вспомнить другие такие случаи в недавней американской истории. И тот факт, чтобы большинство населения и даже часть системы, парламентарии, большинство конгрессменов были против исполнительной власти. В последний раз такое случалось во времена войны во Вьетнаме. Так что случай уникальный, и этим обязательно нужно воспользоваться, нужно развивать вот этот успех и дальше подниматься вместе с волной. На самом деле у России тоже есть повод считать себя исключительной. Ядерная бомба есть, есть. Нефти у нас завались. Москва, Третий Рим. В области балета мы тоже впереди планеты всей. Если мы во всеуслышание объявим, что мы исключительные и желаем помочь миру с помощью зенитных ракетных комплексов, как вы думаете, как отреагируют те же США? Ну, такие случаи уже случались, происходили в истории. Когда Соединенные Штаты разместили ракеты в Турции, Никита Хрущев, Генсек направил ракеты на Кубу. И мы знаем, как близко Соединенные Штаты подступили к использованию ядерного оружия. То есть нигде поблизости от себя в Вашингтон ничего другого присутствия не терпит. А уж если мы начали бы что-нибудь делать в Мексике, например, или уж в Канаде, тогда мы бы точно были на грани войны. Поэтому вот эта американская уязвимость выливается как компенсация в особо жесткую агрессию. При каких условиях США все-таки откажутся от своих гегемонических устремлений? Вообще подобный сценарий возможен? Армана, очень бы хотелось верить. Но уж если Соединенные Штаты были созданы на вот такой идее исключительности, она действительно записана в основополагающих документах отцов-основателей, то уж слишком маловероятно, и мы не имеем права на такие иллюзии, думать, что когда-то это изменится. Мы своей политикой можем поставить препятствия на ведение Соединенными Штатами их политики. И вот это полностью в наших силах, это мы и должны делать. Что ж, Вероника, огромное спасибо, что приняли участие сегодня в нашей передаче. Я напомню, что у нас в гостях была генеральная директор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова. Мы разговаривали об исключительности США. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok